Вместо трёхмерного пространства у нас будет четырёхмерное и ничего кроме этого. И, ребята, все эти философские разговоры о том, что бывает в четырёхмерном пространстве. Да, бывает. Если вы хотите вычислять количество точек с целыми координатами в обычном многокранилике с целыми координатами, то в таком случае на самом деле вы должны изучать следующие фигуры. Точка, отрезок, вот этот вот треугольник, и добавляется новая фигура. Добавляется цитровая. Выпишу функции n, n2 и n3. Ну и, естественно, единицу. Без неё не так. Функцию, которая на всех объектах, вне зависимости от объекта, равна единице. Так, ребята, только единственное вопрос, как сформулировать в этот раз формулу включения и исключения. На самом деле, мы, конечно, молодцы, что ее там сформулировали. f от объединения, от объединения многоугольников, пересечения которых имеет площадь 0. Да? То есть или это должна быть ломано, или это должна быть точка, или нет. Точка, точка, точка. Точка или отрезок, да? Так вот, в пространстве, конечно, потребуется чуть более хитрая вещь. Формула включения и исключения бывает необязательна для двух слага. Формула включения и исключения бывает для любого количества объединяемых множеств. Понятно? Скажем, как звучит формула включения и исключения для трех множеств? Если есть три множества, то, чтобы посчитать количество элементов их объединения, надо сделать следующее. Посчитать во первом множестве, во втором, во третьем сложителе, потом вычесть попарное пересечение, и потом прибавить пересечение. Понятно? Формула включения. Такая же есть и для четырех множеств, и для пяти, и так далее. Господа, это очень важно, что формулировка будет такая. Если даны многогранники, многоугольники, отрезки и леточки. Правильно? И так формулируется. У нас раньше были многоугольники, отрезки и леточки. А теперь многогранники, многоугольники, отрезки и леточки. Сет самым вершином. Что в таком случае для любого количества таких объектов должна быть верна формула включения-висключения. Только очень важно. Пересечение любых двух таких объектов должно быть нулевого объема. То есть мы запрещаем им по-настоящему нарезать друг на друга, а рассматриваем только возбление, когда пересечение имеет нулевой объем. Вопрос. А почему же функции, которые нас интересуют, выдерживают эту самую аддитивность такой, если форму включения-висключения? Ответ очень простой. Объем выдерживает форму включения-висключения? Это не значит. Количество целых точек выдерживает форму включения-висключения? Если сделать гамма-третью с коэффициентом k, будет выдерживать форму включения-висключения? Будет выдерживать. Таким образом. Те функции, с которыми мы имеем дело, формула включения-висключения, выдерживаем. Замечательно. Теперь я должен, значит, вот эта функция у меня обозначает стабильница, теперь я должен выписать функцию n. Функцию n второго. Ну, n считается одно удовольствие. Это 1, 2, 3, 4. Теперь, что такое n второе? Это опять включение целых точек. Значит, здесь будет 1, здесь будет 3. Так, ребята, мы этот второй треугольник уже считали, помните? 6,5? Да. 6. Так, а цитрая? Соображаем, что будет цитрая, если... Будет 10. Да? 10. 10. Смотрите, у вас есть квадрат 4 на 4, и это кусочек треугольника ПСК. В смысле, вот это? Да. Ну, это похоже. Это 1, дальше здесь что? 4. 4. 10. 10. 20. 20. Так, ребята, это сильно, правда? Теперь давайте посмотрим на объем. Ну, объем это крайне просто. 0, 0, 0. Объем треугольника это 1,3 высоты на площадь основания. То есть, 1,6. Посмотрите, здесь 5 столбцов на 4 столбцов. Всегда, когда у вас количество векторов больше, чем размер этих констрастов, которые они заключены, между ними обязательно есть какая-нибудь линейная зависимость. Я сейчас просто найду эту самую линейную зависимость. Это можно делать по-разному. Давайте я на самом деле специально здесь место оставлю. Давайте сделаем так. Скажем, я беру и вычитаю. Вот этот столбец из единиц, почитаю из n2. Тогда получится такой столбец. n-1. Это что такое? Это 0, 1, 2, 3. Отлично. Теперь я из n2 почитаю n. Из n2 я почитаю n. Когда получается 0, 1, 3, 6. И из n3 я почитаю n2. Из n3 почитаю n2. Давайте посмотрим, что это будет. Это будет 0. Заметите, что это будет 2. Здесь будет 1. Здесь будет 4, здесь у нас будет 10. Так, смотрите, у меня уже есть все нули. А теперь нужно сделать так. Нужно вот этот столбец вычесть из этого. Тогда получится n2-2n плюс 1. Вот из этого столбца вычитаю 5. Здесь получается 0. Здесь 1. Здесь получается 1. Так, хорошо. И еще я вычитаю из n3-n2. И я почитаю вот этот. Тогда получается n3-2n2 плюс n. Разница вот этих двух столбцов. Это будет 0, 0, 1, 4. Отлично. А теперь смотрите. Если я из этого столбца вычту вот этот, то получится как раз 1. Ну, мне уже писать негде. Но ничего страшного. Я внизу напишу. Значит, n3-2n2 плюс n. Минус вот это. Минус n2 плюс 2n и минус 1. Ребята, это в точности то же самое, что в шестеренном методе. Оказывается, когда вам дают многогранник, у которого координаты вершин целые числа, то у вас нет необходимости, что называется, высчитывать объемов в этом захитах формы. Вы можете посчитать количество целых точек. Только надо брать, и не только у самого многогранника целые точки, а надо его растянуть в два раза, в три раза и посмотреть. Ну, эту формулу, конечно, можно украстить. Что это такое, на самом деле? Это n3-3n2 плюс 3n и плюс 1. Так, давайте я сразу проверю это для кубки. У него количество целых точек 4 в кубе, а то есть 64. Здесь куб с ребром будет уже 2. То есть там 27, да? Это 3 умножить на 27. Здесь куб с ребром 1. Это будет 3х8 и еще плюс 1. Итак, 64 плюс 24 это 88. Минус 81 это 7. Потому что минус 1. Спасибо, я тебе ошибся. Минус. Здесь будет минус 1. Спасибо. Ну да, получилось. 7 минус 1 получилось. Итак, вот она, формула пика для пространства. Согласитесь, что я понимаю, что для трехмерного пространства мы сумею получить вот такую замечательную формулу. Итак, объем многогранника. Шестая часть. Количество целых точек в многограннике, которые положим в воде здесь 3 раза. Минус 3 умножить на количество целых точек в многограннике в 2 раза. Плюс 3 умножить на вот такую величину. И конец минус 1. Спасибо.